13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает член Совета общественной палаты Кировской области Лунар Гусейнов. Добрый день, Лунар. Добрый день, Светлана. Планировала закончить наше сегодняшнее особое мнение таким бантиком. Бантик приносится. Просила комментарий насчёт высказывания главы города Перескокова, что тротуары должны быть очищены так, чтобы наши дамы 8 марта прошлись на каблучках. И тут такое трагическое событие вчера. Напоминаю, 5 марта на женщину, идущую по Преображенской, упала снежная масса, целая голыба. От этого она скончалась. После этого Игорь Васильев немедленно собрал пресс-конференцию и заявил, что УК ждёт тотальная проверка управляющей компанией. А главе города Кирилл Черкасов, например, рекомендовал подать в отставку. Тяжёлая ситуация. Какие ощущения возникли в этом городе? Какие ощущения? Я практически вырос в этом городе, всю молодость свою провёл в этом городе. Так что я считаю, что это очень печальная ситуация с тем, чтобы в нашем регионе, в нашем городе такие случаи появляются и иметь место быть. И тем не менее, я считаю, что этим надо заниматься, фундаментально надо заниматься. Сейчас телефон отвлекает от ответа, давайте мы его выключим, чтобы он не звенел. Значит, фундаментально надо заниматься этим вопросом, потому что вопрос благостройства – это очень самых важнейших моментов сегодняшнего дня. Потому что ежегодно мы как-то видим, даже выходили на эфир федеральных каналов в Кировскую область, всегда так негативно упоминалось. Но тем не менее, вот в этом году я радовался, что неужели мы, опять же, всё, нет никаких там происшествий от того, чтобы там смертельного исхода. Я очень радовался. Вот опять позавчера новость, очень печальная, конечно, и соболезнования родным. Вчерашний, да. Вчерашний, да, вчерашний подвечер, как Следственный комитет объявил. Это очень тяжёлая ситуация, потому что по чьей-то халатности погибает человек, это смертельный исход на душе того человека, кто занимался вообще этим вопросом. Мы должны здесь конкретно выдвигать свои, скажем, предложения в дальнейшем в ситуациях, чтобы так не повторилось, не развернулось. Ну вот конкретное предложение Игоря Васильева, тотальная проверка УК, и мы уже понимаем, что всё равно, конечно, руководитель УКашки, которая за этим домом следила, будет наказан, может быть, даже посажен. А вот, ещё раз говорю, Кирилл Черкасов сказал, что главе города надо подать в отставку. А как это было с Лобоцком? Нет, смотрите, давайте мы сейчас начнём, кто неправильно поработал, всех в отставку. Это же неправильная позиция. Надо основательно заниматься, посмотреть, в чём дело вообще. У нас основательно заниматься этим вопросом надо поменять архитектуру крыш. Каждый раз у нас какое-то исходное будет положение. Поставили сегодня Прискоково, завтра поставили Зинко, неважно, Бусейного. Ну, что-то случилось, давайте. Дай Бог, я не хочу. Я тоже не хочу, я пример перевожу. Давайте в отставку, давайте в отставку. Этим мы ничего не изменим. Надо изменять практически архитектуру тех объектов, которые приносят в себя опасность населению. Заниматься с крышами. В своё время как раз в общественной палате региона мы обсуждали, существуют разные формы. Можно изменить эти крыши, структуру этих крыш. Сделать покрытие, тёплые покрытия сделать. Потому что это всё возможно, сейчас нам всё дозволено. Я понимаю, что там требуют финансов. Но я считаю, что лучше пожертвовать финансами, чем человеческими жизнями. У меня предложение к вам, как членам общественной палаты, ещё раз вынести этот вопрос на обсуждение. И, кстати, между прочим, вы же знаете, что фонд капремонта тоже крыши ремонтируют. Да. И по старой технологии, между прочим. Вот этот вопрос как раз буквально мы вчера сидели с коллегами, с членами общественной палаты, созванивались, что будем создавать такую некую гражданскую позицию, инициативу. Хотя бы выезжать по городу, у нас даже определён маршрут, посмотреть эти крыши, и в том числе обсудить, как раз там у нас есть очень хорошо, плодотворно работает в рамках общественной палаты, палате ЦОК, это центр общественного контроля в сфере ЖКХ. Улитин Сергей буквально возглавляет комиссию, да, и плодотворная работа, и мы видим его успехы в этом направлении, и много изменений есть, и как раз с первым законом изменений есть. Я считаю, что здесь надо заниматься основательно, основанием того, чтобы не просто убрали кого-то, сняли с должности, основанием является то, что мы можем изменить в этом направлении. Один из аспектов изменения, как раз то, что вы предлагали, там, там, пока к ремонту. Ну, хорошо, давайте мы сейчас рассмотрим эти направления, сколько денег есть там в этих средствах, куда их можно будет направлять. Инициативно, бюджетировано должно быть, здесь этого нет. Эти моменты мы должны рассматривать, тогда ещё в общественной палате, на совете общественной палаты обсуждалось эти моменты, но, к сожалению, мы так и ни к чему не пришли, потому что, сами понимаете, эти фонды различного рода там зарегистрированы где-то, где-то, где-то были ещё. В предыдущем губернаторе эти вопросы очень часто обсуждались, взносы эти обсуждались. Ну, мы когда вот, самая большая беда у нас, да у нас всё хорошо-хорошо, есть какой-то там смертельный исход, или где-то кто-то провинился, мы начинаем, как сказать, правильно его там давить, раздавлять, для того, чтобы получать от этого максимальный негатив. То есть вы считаете, что посадками ничего не решить? Нет, конечно, ничего. Ну, человека посадили на пять лет, так а тот человек умер, кто вернёт его? Очень важное замечание, о котором вы отметили, что вы уже посовещавшись с коллегами из общественной палаты, вы решили создать некую рабочую группу по контролю за уборкой крыш, я так понимаю, да? Крыш и дорог. Крыш и дорог. С какого времени она начнёт работать? Ну, вот сегодня, буквально, с сегодняшнего дня, я думаю, что в два часа у нас правительство совещание пройдёт, после двух часов как раз мы совещание проводим и сразу выезжаем, сегодня же в четыре часа, скорее всего, если всё закончится. Называется «Сообщество 43». Я как раз, у нас сайт уже сформирован, «Сообщество 43 РФ», «ВКонтакте» есть группа «Сообщество 43». Так что предлагаю всем нашим неравнодушным гражданам нашего города, можно даже в области сфотографировать, скидывать данные фотографии в тот сайт, в группу. В группу, в сообщество 43. Да, и в группу, и в сайт, и в общественную палату можно, потому что в рамках общественной палаты мы этим тоже будем заниматься. «Сообщество 43» — это инициатива общественной палаты или это ваше? Ну, это как бы инициатива моя, у меня уже письмо приготовлено членам общественной палаты. Естественно, как раз, как я являюсь членом общественной палаты, скажу, что это инициатива общественной палаты, потому что я как член общественной палаты здесь буду действовать. «Ну вот, кстати говоря, еще до того, как произошел этот случай, город объявил, что в связи с тем, что много жалоб на очистку крыш и дорог, стартует проект «Муниципальный контроль». И суть его в том, что чиновники, представители отраслевых ведомств при участии СМИ будут выезжать по адресам указанных жалобах кировчан. — И ведь это не первое такое предложение. — Ну, ничего не делаем. — И что меняется? — Вот я вот предлагаю как раз конкретно вот этому эфиру сегодня. У нас есть центры местной активности при каждом районе города, даже их несколько. Они очень хорошо, плодотворно работают, ТОСами. Я предлагаю как раз активировать их потенциал для того, чтобы центры местной активности активно граждане туда входят, они имеют свою позицию, гражданскую позицию, они являются в своем направлении активистами, отвечают за свой дом. — Я вот предлагаю этих людей здесь зарядить по полной программе для того, чтобы вот таких у нас моментов не было. — Да они заряжены. Они у них только в пятницу в администрации совещание было по этому вопросу. — Ну, это поздно. — И вот воскресенье. — Вот воскресенье. Да, вот заряжены, мы видим, какой результат. — Я вам секрет открою еще больше того, Элу Нур, что у нас есть несколько, может и масса домов в этом городе, в которых ни центры местной активности, ни ТОСы, ни администрации, ни общественники не захаживали, несмотря на то, что даже отреса были у каждого. — Я понимаю. Но вот сейчас это мы возьмем контроль. Я думаю, что и как член общественной палаты тоже вам предлагаю включиться, как раз информационный повод создать для того, чтобы наши граждане слушали это. — То есть выезд прямо сегодня будет? — Больше сегодняшнего дня. — И можно присоединиться, если кто-то успеет. — Конечно. Пожалуйста, присоединяйтесь. В принципе, можно будет на машинах выехать, можно пешком прогуляться. Или просто с ребенком гулять, видите, где-то что-то так расходное скинули. — Не дай бог. С ребенком там прогуляться. — Просто гуляете по улице, видели что-то не так, там сосуга большая. Или видели там глыбы, скажем, это льда, которая... — Кстати, какая еще история замечательная с горячей линией, которую организовал город, я уж не помню, с общественной палаты или нет, как раз по уборке крыш. — Принимались только неанонимные звонки. Очень важно было указать номер телефона, фамилию, имя, отчество звонящего. Скажите мне, где тут логика и важность вообще? — Да не важно. Если вы видите сразу, тем более, если человек отправляет, допустим, в паблик, и там о нем остается твоя электронная почта, можно обратную связь. Это может быть сделано для того, чтобы как-то создать обратную связь, чтобы этот человек поблагодарить, скажем. — Да не надо, вы просто выйдете на крышу, чтобы поговорить. — Я понимаю, просто, может быть, это сделано с той цели для того, чтобы там обратная связь, чтобы... — Может быть, как со скорой помощью, чтобы не было каких-то левых, извините за выражение, звонков, однако. — Я думаю, что здесь левых звонков и не будет, потому что граждане все заинтересованы в этом направлении. Это наша безопасность. — Давайте еще расскажем. Сообщество 43. Сообщество 43 ВКонтакте или сайт Сообщество 43 сегодня... — Общественная палата Кировской области. — Во второй половине дня выйдет группа. — Сейчас прервемся буквально на одну минуту. Очень важно следить, конечно, за этой ситуацией. Уверена, что сегодня будет еще заявление со стороны правительства и со стороны муниципалитета. — Очень надеемся. — Продолжается программа «Особое мнение». Здесь в студии Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает член Совета общественной палаты Кировской области Лунар Бусейнов. Несмотря на то, что я хотела поставить точку перед выходом на перерыв по поводу очистки крыш, мы все-таки чуть-чуть еще скажем. Во-первых, хотелось уточнить, кто конкретно поедет сегодня, кто из общественников поедет проверять крыши, кроме вас. — Светлана, я как раз приглашаю наших слушателей тоже. В принципе, у меня телефон доступен 49-49-06. Можно напрямую мне позвонить или на сайт отправить сообщение, кто желает присоединиться. — А также у нас уже включился активисты. Скорее всего, там пойдет Денис Шадрин, Олег Ткачев, членов общественной палаты Кировской области, Игорь Михайлович Шарипов, тоже членов общественной палаты Кировской области, Роман Баранголов, активист. Ну, скорее всего, еще мы этот вопрос разрабатываем. Продолжается прибавляться. Вот тут недавно я посмотрел, как раз переждет, чем к вам зайти. Там еще прибавился люди. Там Вячеслав Тихонов заявился. — Это все в группе «Сообщество 43», на сайте «Сообщество 43» можно посмотреть. — Можно вступить даже в группу, пожалуйста. — Сегодня часов после четырех вы поедете. — Да, примерно, после четырех часов. — Да, и вы говорили, что еще очень многого из Ленгасова поступает жанр. — Ну, не только даже из Ленгасова. Понимаете, мы все о городе говорим. Вот прилегающие территории мы забываем. Что Ленгасова, Доромичи. Вот эти территории, тоже там люди проживают, у них тоже есть опасность. — Вот, допустим, буквально, как мы вчера уже этот вопрос зарегистрировано было, уже сообщение поступает. А вот в Ленгасово там по улице Комсомольске есть дом, там вот висят такие сосульки. — Ну, естественно, мы тоже будем туда выезжать, смотреть. И я даже предлагаю, что в каждом районе, вот если есть в центре местной активности, сообщество, или просто там активные граждане, там собраться, просто нам высылать эти фотки. Мы напрямую их в правительство, мы также в администрацию будем отправлять. — Самый главный вопрос, который вам предстоит решить, это не просто там контроль и выезд. Это где взять деньги, чтобы все эти крыши переделать? — Нет, ну, крыша приделать, понятно, это долгая история, хотя бы вовремя там оттуда убрать этот дзет, очищать, заниматься этим вопросом. — Да, давайте к следующему вопросу перейдем. Нельзя, естественно, как-то его обойти. Я в связи с этим, собственно говоря, вас сегодня пригласила в особое мнение. Напоминаю, Элна Гусейна, Совет общественной палаты, сегодня гость особого мнения. Но речь идет о вашем выдвижении представителей в Палате Российской Федерации, Общественной палате Российской Федерации. — От Кировской области? — Естественно, от Кировской области. У нас теперь два, две персоны, которые претендуют на это место. Это Андрей Усенко, секретарь общественной палаты. И вы, член Совета общественной палаты Кировской области, хотелось бы понять ваш мотив, зачем вы туда идете, ну и, собственно, каких результатов хотите добиться. И что, ну, зачем это и есть, да, мотивация, ну вот, может быть, что или кто вас подвинул на то, что вы приняли такое решение? — Ну, вопрос такой, скажем, хороший, можно сказать, типичный. — Ну, смотрите, мы общественники, мы работаем на доброго начала. Конечно, мы пытаемся улучшить ситуацию в нашем регионе, во благо нашего региона работая, чтобы наши общественники получали приоритет на федеральном уровне, общественные организации получали приоритет на федеральном уровне, более активно принимали участие, допустим, в грантовых конкурсах. — Вот один из самых моментов, основных моментов, я решился идти на выборы. Коллеги меня выдвинули за то, что, благодарю их за то, что меня выдвинули, оттянули мою работу, доверились и выдвинули меня, и особенно Олег Юрьевич Тукачев, он возглавляет Центр поддержки МКО в Кировской области. — Ну, я хотел бы сказать таким образом, почему я решился. Конечно, есть много моментов, почему я решился. Вы знаете, что мы работаем уже федеральной палатой на федеральном уровне, ведем федеральный проект из Кировской области. Хотя там, когда мы в Москву ездим или в другие регионы ездим, нам говорят, что вы в провинции, молодцы ребята, такие у вас проекты федерального уровня. — Как раз вот цель один, что, допустим, представить нашу область на должном уровне, скажем, в федеральной палате, развивать те моменты, которые у нас здесь каким-то образом были упущены, развивать общественные организации, для того, чтобы эти общественные организации были приоритетными, скажем, для федеральных органов власти, чтобы они участвовали в грантах-поддержках, в президентских грантах, различными фондами работы. — Вот, собственно говоря, вот я пытаюсь вот эти моменты там развивать, конечно, в случае того, чтобы все коллеги мои будут доверять мне свой голос. Значит, тут нужно видеть меня там. Здесь, в принципе, выборы, конечно, открытые, можно перейти посмотреть, но будет тайное голосование. Я и Андрею Леонидовичу, и себя желаю успехов в этом долгом, трудном пути, потому что, еще раз повторяюсь, здесь мы не на зарплату работаем, мы здесь работаем в добровольных началах, и я так уверяю, что я Андрей Леонидович, и я, наше намерение, работать во благо нашей страны, если туда попадем, и в том числе нашего региона. — Ну, радует то, что мы видим искреннее желание обоих кандидатов пройти в Общественную палату Российской Федерации. Это значит, что выборы будут конкурентными. Собственно, как мы знаем, это одно из условий Общественной палаты Российской Федерации, чтобы выборы были конкурентными, и это не может не радовать нас. И для того, чтобы все-таки понять нашим слушателям, что из себя представляет человек, который идет в Общественную палату страны, что он сделал на посту члена Общественной палаты региона, я попрошу вас рассказать о тех вещах, которыми вы занимались здесь на месте. — Ну, с удовольствием расскажу. В принципе, эта информация тоже открытая. В рамках Общественной палаты региона, как я стал уже второго созова членом Общественной палаты, стал первый, как бы, предыдущий созов, и этот созов. Передыщий созов я был выдвинут от общественной организации, уже в этом созове, я по списку губернаторов. Я думаю, что и мою работу оценили в правительстве, и не просто так попасть в список губернаторов, сами понимаете. В регионе, в принципе, мы работаем с 2006 года, во благо нашего региона, основное направление у меня было как бы национальные вопросы, сами понимаете, а также гражданское развитие в обществе, работа с общественными организациями. Мы проводили различные семинары для общественных организаций, участвовали, сами участвовали в различных семинарах, учились, как писать там гранты федеральные, попасть в эту федеральную, скажем, в струю, для того, чтобы там в разных фондах получать гранты. А также самый такой, я бы сказал, яркий момент, это у нас введение в рамках общественной палаты, как бы, знаете, я возглавляю рабочую группу по мирно-национальному и межкомнациональному сотрудничеству. Уже два года практически мы введем разговор с вузами нашими, государственными, ввести в урок или вузов, допустим, в урок мира. Этот проект, в принципе, наш проект, общественная палата. А он введен уже? Нет, мы разрабатываем еще концепцию, понимаете, это еще долгая история. Благодаря, допустим, у нас есть профессора Ирина Пешкова, ей, а также Совет СУЗа в Кировской области. Мы с ними неоднократно встречались и обсуждали концепцию. Но сейчас, я думаю, что до августа месяца у нас уже концепция будет готова. Это будет на федеральном уровне внедряться во все вузы, для того, чтобы они посмотрели наш опыт, интегрировали другие регионы. Ну, надо сказать, что Дом Дружбы Народов появился. Ну, это уже, естественно, весь город об этом знает, благодаря тому, что мы проводили на территории города. Я помню, даже первый год нам не разрешили в городе провести фестиваль национальных культур. Он был в Новоавиатске. А второй год увидели ажиотаж, увидели на самом деле весомость этого проекта, что направлено на объединение Дружбы Народов, Добрососедство. В том числе, различный там национальный аспект был выложен. Это национальная кухня, национальные обряды, национальные традиции, национальная музыка. Вот второй год уже нас пригласили в Александрском саду, мы провели этот проект. В этом году где планируете? А в этом году планируем театральный педагог. В этом году это такой всероссийский проект? Ну, сейчас я скажу таким образом. Фестиваль национальных культур является уже межрегиональным, а всероссийский проект у нас является уже Парад Дружбы Народов. Допустим, первый год мы проводили его на территории города. Из города он у нас стал областным, потому что из других регионов, мы приходили, участвовали. А сейчас он уже, можно сказать, с горстью стал из городского федерального проекта, потому что в прошлом году 11 регионов присоединились. В этом году мы планируем увеличить число регионов до 46 регионов. У нас уже около 30 регионов есть уже письмо поддержки, в том числе мы выезжаем. Будем выезжать как раз со следующей недели на данные регионы, обучать всех координаторов, кто будет вести Парад Дружбы Народов. Почему? Это так усиленно мы работаем. Вы знаете, что вот 2018 год, год культуры будет. Я всегда говорю, что без культуры нет нации. Надо помнить свою культуру, чтобы нация жила. Но, тем не менее, мы будем развивать этот проект тоже на федеральном уровне. То я попаду в общественную палату Российской Федерации, то не попаду, мы все равно дальше будем продолжать работать. Но это те вещи, которые можно декларировать как достижение в решении каких-то вопросов и, возможно, проблем. Скажите, как часто возникают те самые проблемы, которые приходится решать вам? Насколько напряженный график, я имею в виду, вот именно в сфере ваших интересов в общественной палате по межнациональным и межконфессиональным отношениям? Ну, я скажу... Не нацените общую обстановку в Кировской области, с вашей точки зрения. Да, смотрите, это меня радует, потому что, вот я всегда говорил, Кировская область находится в центре практически национальных субъектов. Наши соседи, Удмуртия окружает наш национальный субъект, да? Соседи, там, допустим, Татарстан, Чувашия, Варьев. Они коми. А здесь вес, вот этот, скажем, все народы, населения, которые проживают национальным субъектом, они практически здесь уже осельный образ жизни ведут, на территории Кировской области, на городе Кирове, в области в целом. И это радует, что у нас нет именно тех острых моментов, которые можно как-то отнести к национальному, там, розни, или же, как-то сказать, там, ксенофобии, или разного рода. У нас нет этого. Потому что, благодаря работе, конечно, усилиям органов власти, усилиям правительского города, мы постоянно, каждый квартал собираемся в Координационном совете по междунациональным вопросам при губернаторе. В городе мы собираемся, допустим, в МВД мы собираемся, обсуждаем разного рода моменты. Если где-то мы видим, что где-то может появиться какая-то проблема, мы уже сел на диаспор. Своими силами эти моменты стараемся сглаживать для того, чтобы не было каких-нибудь острых вопросов. Правильно я понимаю, что Вы оцениваете обстановку в Кировской области в возрасте отношениях межконфенсиональных и межнациональных как стабильную, положительную? Ну, естественно, никаких у нас там проблем нет. Рисков не видим? Никаких рисков нет. Ну, естественно, мы продолжаем работать. Мы работаем для того, чтобы эти риски были. Мы работаем для того, чтобы их вообще не было. Да, мы сейчас проверемся на две минуты, будет реклама и перейдем к другим рискам. Комитет гражданских инициатив в Кудрино оценил состояние регионов и по политическим рискам Кировская область оказалась самой неблагополучной в России. Продолжается программа «Особое мнение». В гостях нашей программы член Совета общественной палаты Кировской области Леонид Усейнов и микрофон Светлана Занько. Итак, до перерыва мы отметили, что вышел доклад, доклад Комитета гражданских инициатив по состоянию регионов в предвыборный год. Практически все наши СМИ, естественно, это напечатали, федеральные тоже. Мы выделили пункт, который касается Кировской области. И оказалось, что Кировская область вошла в число 14 регионов, ситуация в которых признана самая напряжённая. А по политическим рискам чуть ли не самая напряжённая область. Вот, когда мы в предвыборный год читаем такую отчётность, о чём она нам говорит? Очень печальная отчётность, конечно. Но здесь можно лавировать, понимать, палка-то с двух концов. Есть множество таких аналитических, можно было бы сказать, анализов, аналитиков. Допустим, Росстат ведёт тоже, исходя из такого же мнения, как Кудринский, скажем, аналитика. По Росстату мы на тех же позициях остались, не изменилось ничего. Росстат, кто заказывает исследование? А Кудринскому комитету? Ну, понятно, что кто заказывает. Я почему сразу сказал, что тут палка с двух концов, понимаете? Посмотря, как подойти к нему. Я считаю, что, конечно, существует. Почему существует, это очевидно. Напряжение. То, что напряжение. И риски. И риски. Видимо, что у нас кардинально изменилась в регионе практически вся структура управления правительством. Это кардинальное изменение. И население здесь не в понимании. Ну, надеемся, чтобы новое правительство будет сглаживать те события, которые, допустим, были ошибки, допущенные были предыдущими правительствами. Да пусть свое дело делают, Луну. Ну, видите, дело в том, что... Мы все время исправляем чьи-то ошибки, нет? Если его не справлять... Вот у меня один очень хороший друг, товарищ такую притчу рассказал, я просто кратко скажу. На заводе возглавляет директор завода, становится директором завода. Его уволняют. Он готовит три пакета. Предыдущий директор переходит к нему и говорит, что за пакеты? Забыл ты здесь пакеты? Он говорит, для тебя. Говорит, а что мне с ним делать? Он говорит, три пакета. Когда народ начнет немножко бузеть, откроешь первый пакет. Там все написано. Народ проходит там полгода, народ бузит. Он открывает первый пакет. Свалив все на меня. Проходит через полгода, опять же, бузит народ. Второй пакет он открывает. Обещание возможное. Проходит опять через полгода. Опять народ начинает бузить. И он открывает третий пакет. Готовь три пакета. Судя по этой притче, достаточно известной и вполне бородатой, мы спустя полгода на обещание в Рио губернатора, который сказал, я наведу порядок. Навести элитарный порядок. Надеюсь. Что-то вы говорили, обещание невозможное? Мы на этой стадии, что ли? Ну, я надеюсь, что это просто притча, конечно. Но Васильев, вы знаете, что человек системы, он понимает, что делает. Я надеюсь, что здесь кардинальные изменения произошли. Сами видите, налицо. Какие? Какие вы отмечаете кардинальные изменения? Хотя бы, допустим, дополнительные получения из федерального бюджета денег. Каких? На что? На дороги. Это не его заслуга. Это проект Единой России. Нет, предыдущий. А сейчас... Вообще-то Владимир Васильевич Быков сказал, что это его заслуга. Ну, я думаю, что это совместная заслуга правительства и за собрание. Ну, я надеюсь. Сейчас вот оттенеть невозможно. Я вот так считаю, что оттенет народ. Когда будут выборы, они на носу, вот-вот, тогда народ оттенет своим голосом. Ну, что самое главное, все-таки, если вы согласны с Кудринским комитетом, который говорит, что у нас высокие политические риски, вот в этой ситуации, что самое главное тому же правительству, а, возможно, общественной палате, общественным институтам делать, потому что никому не нравится в условиях рисков жить. Никому. Что делать, чтобы мы не оказывались больше в этом рейтинге в тупах? А мы, смотрите, я вот как себя помню, мы всегда жили в рисках. Потому что у нас область всегда была дотационной. Я еще не помню, что когда-то мы прибыли переносить. Нефтяную жилу нам или армазную, да? И все, и проблема решена. Вот здесь надо заниматься, как бы, не следовыми, на самом деле, силовыми подходами. Что мы можем изменить на сегодняшний день? Я знаю, что, допустим, существует социальная напряженность. Почему она существует? Если человек хочет жить хорошо, достойно, но у него не получается, у нас увеличивается кража. У нас, скажем, там, увеличиваются места, там, принудительных содержания, там, в зонах, в вузах, вернее, там, в тюрьмах. С ним надо бороться. Каким образом можно бороться? Бороться надо так, целевым образом, что да, если человек хочет работать, а у нас тотальные сокращения идут, куда человеку идти работать? Вот молодые ребята, я об этом говорю, все говорят, что молодое поколение – наше будущее. А я не говорю не так, это неправильная позиция. Молодое поколение – это сейчас настоящее. Что мы им сейчас дадим, в будущем от них будем получать те же плоды. Если мы дадим, там, гор золота, мы будем в будущем получать от них эти же горы, там, бриллиантов, как ты сказала, да? А если мы им сейчас дадим кусок хлеба сушеного, в будущем также будем на этот кусок хлеба сушеного рассчитывать. То есть, что конкретно мы должны дать сейчас? Ну, мы сейчас должны дать конкретно работать теловыми программами, разрабатывать теловые программы. Например, для студентов, для семей, оттенить их статус. Допустим, вот я, как многодетный отец, на 300 рублей попробую ребенка кормить. Все социальные пакеты урезаются. Вроде бы мы во благо этого страны работаем, во благо нашего города работаем, налоги платим. Почему мы должны страдать? Наши дети должны страдать. Что значит, поднять какие-то социальные выплаты многодетным семьям? Да. Даже вопрос многодетным. Есть многодетные семьи, допустим, живут хорошо, в достатке. Я никогда не получал никаких там социальных пакетов. Даже математический капитал не получил. Потому что, ну, считаю, может быть, кому-то более полезно, пусть тот получает. Но, тем не менее, надо здесь, еще раз говорю, точечно работать с населением. Потому что сегодняшний население – это потенциальный выборщик в будущем. Сегодняшняя молодежь – это потенциальный человек, состоявшийся уже человек, интегрированный будет в гражданское общество. У нас остается немного времени до окончания эфира. Я как раз про выборщиков хотела поговорить. Буквально 4 минуты у нас есть. Выборщики будущего, не знаю, как проголосуют в сентябре месяце, мы знаем, что молодежь – самая пассивная часть среди выборщиков. Минимум приходит. Зато приходят люди пожилые. И мы этих пожилых людей видели все в кадрах хроники, которая была снята на вокзале города Кирова, когда приезжал сюда поезд ЛДПР. Вы это видели? Вот это выборщики? Я в этот день, так сложилась ситуация, что у меня гости были, иностранцы, я их провожал в Москву. И были на вокзале прямо? И был прямо на вокзале, увидел. Дело в том, что они практически, ну, мы чуть пораньше поехали, конечно, гуляли и по вокзалу гуляли, и они увидели там эту толпу. Конечно, мне очень было стыдно за это. А что вы увидели? Ну, я увидел, у меня один гость как раз иностранец сказал, а что там раздают, деньги что ли раздают, что люди так друг друга давят? Я говорю, нет, там не деньги раздают, какие-то кепки раздают. Он говорит, что за кепки так можно давить друг друга, или там унижать друг друга. Но я считаю, что, понимаете, здесь, конечно, я не партийный человек, я не сторонник там каких-то либо партии. И считаю, что эти партии... Да без относительности партии, без относительности партии. Да, без относительности партии просто это очень нехорошее отношение своих выборщиков. Вот люди пришли, вот люди пришли и там за кепку сказали, мы любим вот эту партию, не будем говорить конкретно какую. Так завтра другая партия... А у нас тут выборы с вами в сентябре месяце. Так вот именно что. А мы помним, что было с выборами в городе, когда была карусель и пятисотничников помните? Помним, помним, все помним, ничего ведь не забывается. История-то, она всегда помнится, она будет помнится. Вот чтобы не было таких там моментов, не повторялись вот эти у нас пятисотники, можно сказать, кепочники, с ними надо более культурно работать, чтобы люди сознавали на самом деле сегодня, за кого голос я свой дам и буду жить в светлое будущее. А не так, чтобы мне кепку подарили, я пойду свой голос за кепку подам. Нет, это не так. Надо сознавать. Разве можно что-то изменить в такой ситуации? Вы же сами видели, когда масса просто людей, масса людей. Ну это же неправильно. Это вот как раз ошибка данной партии. Я не хочу назвать, какие партии. Это ошибки таких партий, потому что их электорат таким образом. Даже можно не электорат, но просто есть сторонники. Но правильно, другая партия по 500 рублей раздавала? Есть за что давиться, да? Ну и то, это же неправильно позиция. Вот это я скорее... В таком обществе мы сейчас живем, мы должны сейчас изнутри поменять кардинальные вот эти мнения, что вот нельзя свой голос продавать за 500 рублей, за кепку, или же за просто там, за какой-то там кусок бумажки. К сентябрю-то успеем поменять? Я надеюсь, что мы не успеем. Надеюсь, что не успеем. Почему надеюсь? Потому что, если я бы сказал, да, мы успеем, не потому что я надеюсь, что этого ближайшего будущего не будет. Это возможно будет, когда там лет пройдет 5-10, само общество будет осознавать свои позиции, на какой позиции они стоят, что они хотят. Потому что мы еще не осознали, что мы хотим. Учитывая там развал СССР, потому что люди еще не осознали, в какую сторону хотят они бежать, пахать. Нет этого самосознания у нас сейчас. А молодые... Давайте еще одна большая тема для дискуссии. А правильно ли мы делаем, что мы все время смотрим в прошлое и в СССР? Не пора ли уже смотреть в будущее и стартовать с этой точки? Но мы не успеем это обсудить. Ну, обсудим в следующий раз. Обсудим в следующий раз, да. С Илнуром Гусейным, членом Совета общественной палаты Кировской области. Время программы подошло к концу. Это было особое мнение. У микрофона работала Светлана Занюкова. Спасибо. До свидания.